В доме номер 17 по проспекту Мира не в сезон звенит копиль. Протекает крыша, течет побелка со стен, на потолке пятна сырости. Жильцам пришлось даже отключить звонки в избежание короткого замыкания. И целыми днями они занимаются только тем, что выносят тяжелые ведра с водой. Потоп начался в пятницу в 2 часа ночи. Перед этим несколько дней шел сильный дождь. Поток оказался настолько сильным, что пострадали не только жители верхних этажей. Во второй половине дня вода добралась до третьего этажа. Открыли дверь, а у нас по стене течет вода. Прямо по стене, около нашей двери течет вода. Прямо в течку. Я вот кричу с соседями, это что такое? Я говорю, где там? Кого затопило? Откуда течет? А мне кричат, с крыши? Жильцы объясняют, состояние кровли их беспокоит уже давно. Еще в начале прошлого года они не раз обращались в управляющую компанию. Зима была, снег. Написали заявление, ну вроде бы снег, крышу нельзя ремонтировать. Мы согласились. Весна наступила, потекло. И вот они, значит, то в апреле, то в июне, то в августе. И стали делать крышу нам 30 декабря. Что они могли сделать, когда там снегу с полметра. И вот результат теперь опять. Как ливни, мы течем. Жильцы звонили в ЖЭУ, в аварийную службу. А пока ждали помощь, продолжали вытирать полы и менять ведра. Никто не приезжал из ЖЭК. Ни из ЖЭК, ни откуда, ни с аварийной службы. Никто не приезжал. Никто. После выходных мы вернулись в злополучный подъезд. Стены начали подсыхать. Жильцы говорят, что все-таки дождались аварийную бригаду. Пришел, сказал, что был на крыше. На крыше было очень много воды. Он очистил слив, но после него, правда, не капало. Причиной потопа стал мусор в ливневом сливе. Теперь он прочищен, и жильцы могут не бояться осадков. Коммунальные службы заверяют – крыша 17-го дома в ремонте не нуждается. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Ксения Тризна, Игорь Войдаков, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».